Неравенство Чебышова. Замечательный российский математик 19 века. Вот правильно вроде бы все-таки его произносить именно Чебышов, а не Чебышов, как многие делают. Но такой вопрос сложный сейчас. Значит, неравенство Чебышова выглядит так. Выглядит довольно страшно для вас. А может быть? Пусть А больше Л. А Х произвольная случайная лечена. Не принимающая отрицательные, не отрицательные значения. Произвольная случайная величина. Тогда вероятность того, что... Вот тут вот, конечно, осознать. Сейчас, когда у нас пример будет, точно осознаете. Нет, это модуль. Модуль разности. Ну, в принципе, очень похоже на что-то связанное с дисперсией. Сейчас дисперсия появится. А модуль это же число без знака? Да, да. Модуль это просто обычный... Это не мощность. Множество в данном случае это число без знака. Да. То есть это просто обычный модуль. Смысл такой. Мы опять смотрим среднее. Смотрим, насколько удалилась величина влево или вправо. Нам все равно влево или вправо. Главное, насколько удалилась. Вот модуль это насколько она удалилась по абсолютной величине. Неважно, влево или вправо. Так вот, вот эта абсолютная величина уклонения х от среднего значения больше либо равняется а с вероятностью непревосходящей дисперсии х поделенной на а в квадрате. Но это утвердение такое. В чем его пафос? В чем его смысл? Это я сейчас расскажу. Очень симпатично. Ладно? А пока я докажу. Доказательство очень простое. Прямое следствие неравенства Мак. Смотрите. Давайте возьмем такую случайную величину. Назовем ее, скажем, Ну, у у нас вроде как использовалось только что для какого-то множества, да? Давайте взмем случайную величину z, которая по определению просто равняется х минус мат ожидания х в квадрате. Так, ну вроде мы разобрали, что это случайная величина. Мы умеем считать математическое ожидание, да? А чему равно математическое ожидание z? Как это называется? Ноль. Не, это что называется квадратик? А, да. Э, друзья, чему равно мат ожидания z? Э, не скажем так. Да, да, да. Это дисперсия x, конечно. Это просто дисперсия x. А, да. Мы так z определили, что ее математическое ожидание было дисперсия x, правда? Да. По определению. Ну-ка. Давайте я запишу. Так сложилось, что мат ожидания z это и есть дисперсия x. Ну, так вот мы ее взяли, так определили, а мы ее отожидали и дисперсия x. Ну, неожиданность какая-то, а? Так, теперь следующее. А согласны ли вы, товарищи, что вот эта случайная величина принимает только неотрицательные значения? Ну, дисперсия, она же не... Не, не, не дисперсия, а вот эта, сама случайная величина x минус x в квадрате. Да, ну, конечно, потому что... Это же квадрат. Мало числа з в квадрате. Ну, квадрат, конечно, принимает неотрицательные значения. Да. Не комплексные числа, какие страшные стоят. Обычные вещественные числа в квадрате всегда неотрицательные, правда? Да. Честно, чуть не отрицательные. То есть, z, давайте, z принимает неотрицательные значения. Это не напоминает ли вам условие неравенства ума? Ну. Напоминает, да? Напоминает. Напоминает. Давайте посмотрим на такую вот вероятность. z больше не поравняется a в квадрате. Вот вот возьмем и посмотрим на эту вероятность. Сразу, с того. z принимает неотрицательные значения, а в квадрате очевидно положительное число. Да. Значит, что можно сказать по неравенству Маркова? Только что доказано. Так. По неравенству Маркова, которое только что доказано. Что можно написать? Ну, скажите мне это, пожалуйста, сами. Это не превосходит мат ожидания z? Не совсем, мат ожидания z поделенного на что? Да, деленное на a в квадрат. На a в квадрат, потому что сейчас роль того a, которое было в неравенству Маркова, выполняет a в квадрате. Согласны? Да. Все согласны, да? Да. z поделить на a в квадрате. Но мы только что выяснили, z это dx. Смотрите, вот он dx на a в квадрате, вот он dx на a в квадрате. Да. z? z вот она. Да? Да. Мы сравниваем с a в квадрат. Но давайте извлечем в этом неравенстве корень слева и справа. Ведь и здесь стоит полный квадрат, и здесь стоит полный квадрат. Знаете, как извлекать корень? В неравенствах. Надо дорисовывать модуль. Вот оно и получилось. Но вот это вот, вот это в точности вероятность того, что модуль x минус mx больше не равняется a. Что z это полный квадрат вот такого выражения. И здесь стоит полный квадрат числа a. Извлекаем корень справа, получаем a, потому что там у нас положительные условия. Извлекаем корень слева, ну а слева тут надо знак учитывать, поэтому рисуем модуль. Вот было неравенство. Полный квадрат вот такого выражения больше не равняется полному квадрату a. Извлекли корень и получили модуль вот этого выражения больше не равняется просто a. Да. Все. Получилось, что вероятность вот такого неравенства не больше, чем вот такая дробь. А ровно это и заявлялось. Да. Чудесно.